приветствую вас всех дорогие товарищи строители советских республик возник такой вот вопрос по установке модов но я записал видео без озвучки там конечно не все понятно потому что без объяснений не помню если у меня ролики на данную тему или нет если даже есть то там может каких-то моментов я не учел поэтому лучше запишу по новой важный момент для того чтобы ставить моды нам нужно узнать такую штуку как свой айди про стимовские версии вам ничего сказать не могу так что тут извините про любых скирские ну все очень просто заходите на диск c пользователи имя пользователя app data roaming ищите вот строчку smart steam эму эмулятор и в ней есть такая вещь как steam айди и не вот тут записан номер его надо будет использовать ну еще чего могу сказать если вы вставите какую-то новую версию игры такую же от джека воробья то в общем то там может быть другой вот этот айдишечка ваша и моды моды которые у вас работали в прежней версии раз и мира не видит поэтому я обычно стараюсь откопать от голдберга ну и на эту тему например есть небольшая статейка не сильно на такая подробная без многих разъяснений но может немного помочь вот статейка в контакте для пиратов как установить моды walkers and ресурсы совет репаблик вот но я постараюсь скинуть ссылку сюда в статье не очень сильно такая подробная не правда есть по моему небольшая приписка файлы конфиг айди не менял и все моды работают в последней версии но чё могу сказать видимо скачивал постоянной версии именно от того от того ари пакера ну не знаю может быть что-то поменяли на самом деле в игре теперь этот айди не имеет значение но такого я не проверял далее что нам надо нам надо найти естественно сами по себе моды моды найти опять же со стимом когда-то можно было через стим до логеры качать сейчас в общем то большая мода уже не качается таким образом посему но у меня аккаунт был когда-то на стиме но стим не должен много денег поэтому я с ним не дружу я его не уважаю и дальше рассказывать ничего стиме не буду я качаю обычно отсюда есть еще сайтики с модами но вот здесь вот моды появляются новые постоянно регулярно на некоторых сайтах моды уже не появлялись новые не обновлялись плюс есть такая фишка по поводу модов на нашей республике да в общем-то со многими играми такое происходит то что с выходом новых версий игры надо моды обновлять особенно если игра там поменялась свой движок ну как этот господи скрипты я ссылочку наверно тоже постараюсь скинуть если конечно этот самый youtube позволит ну вот у меня на этот сайт начнет обижаться мой авастик он меня последнее время обижается на все что угодно почему я на этот сайт файлообменник у него такой который открывает окна с рекламами я эти адреса реклам все позабивал свой аваст поэтому меня вас начинает жаловаться и между то последнее время вообще нервный стал вот сайтик называется skymods насчет да он это самое не русскоязычный по идее по идее у меня машина его перевела ну вернее этот самый господи боже мой искусственный интеллект тут модов просто я не знаю просто завались модов просто зашибись только много так и что нам еще необходимо ну в общем да мы нашли еще раз я повторю диск c пользователи имя пользователя app data roaming smart steam эму может называться там она немножко по-другому может называться голберг голберг steam эму сейвэс сеттинг юсер стима иди может может и так называться поэтому иногда приходится поискать у меня вот smart steam эму и тут как видите у меня не только на советские республики какие-то вещи валяются туда хренище ну вот у нас есть подпись такая вот стима иди и не все вот это число нам нужно будет я не помню говорил или нет если что создайте текстовый документ и где-то его себе сохранить и пропишите туда чтоб каждый раз не искать вот это вот у вас будет висеть то что вам будет необходимо так дальше следующее закрываем смотрим где у нас ярлычки запуска советских республик то твою то что ж ты такой недоволен а слушать я машину почистил чего вас такой нервный не знаю расположение файла открываем и у нас есть вот папочка где установлена игра медиа совет и у вас должна быть такая вот папочка в ней воркшоп бип вот если такой папочки нету ее придется создавать вручную мы заходим туда и тут лежат все моды я уже когда-то рассказывал что обычно в играх папочки с модами они имеют какое-то имя но советскими республиками это не так если у вас кроме номера мода будет дописано что-то там еще словесно то вот может не увидеть и далее 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 сандалиях ну вот мы sky mods открыли даже не знаю надо выбрать тут тут вначале все есть здание всякие объекты есть я пытался найти объекты для канализации на стиме есть вроде бы как такие хитрые насосами их называть не насосами ну как как мне их описывали они тянутся на большое расстояние их можно разместить и в общем они весь этот геморрой с прокладыванием канализационных труб так вот некоторые люди просто написали что не нравится нам эта система поэтому есть замечательные моды мы по накачали мы теперь горе с канализации не знаем вот тут правда я не нашел тут как как как-то отдельно объекта инфраструктуры у нас нету даже не знаю что тут поискать сейчас тепловоз может новый паровозик появился вот заходим да ну я же отчет он меня нервный стал о паровоз овечка у меня по моему паровоз овечка притом наш родной ну можно сразу нажать на скачать у вас тогда просто тут закроется это окошко откроется это можно нажать правой кнопкой именно на скачать хотите почитать про паровоз блин открыть страницу в новой кладке так steam locomotive на какого-то картонного вида он немного этот я уже скачал это тоже есть и этот этот есть давно только овечка по моему новая появилась они не на еще именно паровозы потому что тут тут много всяких locomotive чекам то этот я тоже качал да кстати если видите вот такой вот медведя сигарой советской шапочки куражки это знает что это делал райан я просто обожаю его моды они все направлены на ранние старты на какие-то старые годики или годам правильнее сказать поэтому вот я ли я люблю его моды так паровоз овечка коллекции конструкции может быть конструкциях у нас будет для канализации вот у нас есть паровоз овечка текст уже переведен о основной первый паровоз нормального типа то есть принятые основным лакомотива в парке российских ж.д. производился в разных модификациях период с 1890 по 28 год ну дальше об нем описывается характеристики его описываются вот и у нас есть ссылочка на скачивание скачать вот тут у меня начнутся главные сейчас маты моего антивируса потому что у нас тут должны переходы на страницы с рекламами а самое обидное что обычно открываются страницы с рекламой такой игрушки как он лишит которые так не но она там не не знаю вышло уже доступ в полный или нет но уже популярные игры мир танков мир кораблей его танды начинает открываться вот видите вот вот я сказал я не врал вот в данный в данном случае как-то даже не блокируется слушайте я знаю вас новые подлодки появились и советские мы все равно не хочу вас играть начинает открываться у них новые ссылки появились блин да найдите какое-то место куда вы все это будете делать и не делайте как делаю я у меня каждый раз когда я что-то новое качаю создаю в этой папке новую под папку вот и скидываю туда самый лучший вариант конечно сделать папки по тематикам тоже если шоу них там делать под папочки у меня все обычно пытаюсь качать по тематикам и папки не называю ну ладно вот мы сохраняем сохраняем наш файлик я на основе одного наверно мода покажу вот у нас есть паровоз овечка а я его они это зиповский пайлик все классно новая республика то есть пап новая папка 10 да потом распаковываем ну кого рару кого зип по идее должны работать любят заходим папочку у нас есть вот у нас непосредственно наш паровоз овечка папка мы должны тыртянутся вот так переименовать и потом аккуратно чтоб номер этот не удалить мы убираем все буквенные надписи оставляем только номер мода заходим вот сюда и если у вас есть уже какой-то мод установлены и работающие заходим в него вот этот файлик workshop конфиг и не и у него верху вот у вас ваш овна рейди если же вы первый раз качаете то это главное не вырезать копировать если вы первый раз качаете то найдите вот как я говорил на диске c в папочке роуминг найдите свой он рейди иногда может оказаться не совсем там где у меня ну приложите старание по открывайте всякие папочки где надпись steam имеется именно в роуминге и вы в конце концов найдете и я теперь что должен сделать но вот здесь тоже открыть как видите у меня тут а идишка другая я уберу вставляю и закрываю сохранением а теперь мы выходим и просто переносим переместить узнаете чтоб не путаться в общем-то вот эту папочку уже пустую можно удалить да если пойдете качать то в общем-то по интересующие вас тематики накачайте сразу какое-то количество модов ну чтоб уже если переделывать пачку слушайте пакет документа для самосоздания боковые пилоны тоже интересно но украшать наверно можно будет эти самые ванильные мосты в чем тут вы очень много всего супер-пупер супермаркет для современности я в основном еще чего-нибудь такое для старины вот есть набор дорожных отсеков для реалистичного режима маленькие строеконторы которые выглядят в виде такого съезда с основной дороги на маленькое количество техники очень и очень вот это вот строительная контора мне нравится но она мне уже есть вот этого мне нету надо ждать пока переведет если переведет места надо тут дублирована на русском есть я не мог найти никаких режимов для ну демолишен офис для этой конторы в общем разборки мастерской а ванильные мне не подходит ванильная она мало чего вообще все подходит вот почему я создал свой собственный режим даже он создал хотя и не модер в режиме более или менее предназначен для личного пользования я решил его выпустить я создал режим методом пробы ошибок поэтому к сожалению он может содержать ошибки например при просмотре крыш зданий на расстоянии эффекты муар ну вот и я смотрю что у меня какой-то мод появился я не знаю ты про свои здания дружище пишешь или же про другие но вот иногда когда ты ставишь какой-то новый мод в одном из старых модов может просто-напросто текстуры пойти на режим включает себя 4 офиса по сносу зданий 6 12 прошу прощения увлекся но просто вот сразу почитать 24 машины оригинальные модели так в этих офисах но с другим оформлением походу ну как текстуры ты поменял и все другие объекты недвижимости цены этапы строительства идентичные обычным но это он про постройку пишет пределах одного здания может перемещаться несколько транспортных средств если вы хотите отключить это но в общем по ходу человек просто-напросто вписал строчку вот такую статью нонблок если там вписать то у тебя на любом объекте ну да в общем это это называется вот писать статью нонблок ну что ж не ну ладно для первой пробы чеченый человек я сам служить умею делаю это постоянно это мне приносит удовольствие ну вот смотрите тоже смотрите есть автобусная у меня этот мод есть он довольно таки хороший но для ранних стартов вообще для начала строительства у них текстуры вот самих остановок вот такой грунтовой дороги есть автобусная остановка есть конечная автобусная станция параллельная парковка то есть парковка которую можно расположить вдоль дороги стройконтора 3 на 12 метров ну непонятно сколько транспортных средств офис тех обслуживания заправочная станция по моему у них там очень классная заправочная хотя не помню свалка заполнителя открытое хранилище в общем тут я живу тут на этом сайте модом найти можно вот это вот мне нравится стройконтора не обращал никогда внимания оказывается что да в ванильных стройконторах как источник тех же самых рабочей силы или же источник материала вы можете указать только один источник в чем логика для меня непонятно абсолютно вот в этой конторе можно указать четыре источника я очень сильно хочу посмотреть потом как как все тут будет прописано и в общем-то во всех своих модовских стройконторах сделать то же самое чтоб ванильные вообще на них забить по полной используя только вот эти вот логичные здоровые полноценные стройконторы которые позволяют нам гравий забирать на 2 3 4 завода если они у нас есть так его отвлекаюсь прошу прощения отвлекаюсь мы просто-напросто видео получилось не только по тому как моды устанавливать ну пока я вожусь этот текстовый файлик можно сделать открытым я я просто поищу посмотрю еще что тут может быть набор поездов трамваи может какой-то новый старый трамвайчик появился по ходу только новая только новые трамваи ой я даже не помню чьи это вот эти гробовозы ромбические нас когда-то ездили по городу в моем детстве лупоглазые трамвайчики потом вот это из стран варшавского договора приехали эти гробы блин я в чем-то может они вместительный я их до сих пор недолюбливаю ну кстати наши были лучше сборка качественней у этих так вот эти самые прокатанные листы у нас штампованные крепкие трава и наши старенькие они практически не дребезжали вот это что-то хрень блин она блин тарахтит кто-то еще рассказывает что наши собирают все при помощи кувалда но это мы такое дурное влияние оказали на соцлагерь что они тоже кувалдой стали собирать так трамвайцы у нас имеются конечно не настолько старые трамвайцы на которых я катался вот она вот это вот хрень но опять же если вы хотите воссоздать эпоху советского союза восьмидесятых например то ну вот ищите туда не передвиги но ситизен посильники открывай нам ситизен посильники мы хотим посмотреть чё это магазин офисное здание там учет что-то для детский вот это детский сад 80-х годов среднего размера не новая и я таких не видел может она конечно так интересно американский винтажный кинотеатр можно скачать можно тут конечно мой антивирус будет галкаться и галкаться вот исторический торговый центр на если вы какой-то наш там она не совсем сталинского ампира хотя сталинский ампир близкий по стилистике вот это это больше такие там восточноевропейские городки ну вот торговый центр очень красивый а имея моды на заселение таких зданий у вас как бы на первом этаже может быть магазинчик на втором этаже ну выше вы можете поселить как как бы поселить в кавычках жильцов вот смотрите такой детский садик виде поселения кочевников не знаю для меня это на юрты похоже ну ладно в общем то я дальше копаться тут не буду значит вот до пиратов как установить моды бекарс энд ресурсов совет репаблик мод но без вконтакте есть у нас и вот sky mods тоже на sky эмоции там и для многих других игр есть модики ну и чуть-чуть они закрывать не буду я обещал ссылки оставить чем нам можно заняться но мы паровоз овечку поставили бы внедрили внедрили его поэтому попытаемся зайти сохранить и играть и в общем то глянуть на него не помню я скачивал последний раз моды с западной техникой поэтому мог и реалистичный режим отключить чтобы посмотреть по-быстрому без соединения западными таможнями с натовскими чтобы по-быстрому посмотреть и не не зачем не новая я новую собирался начать если скачаю новую версию игры потому что да в этом я прохождение очень сильно много на положил она мне сильно стала тормозить модики на деревенские дома они очень проработанные очень качественные с хорошими текстурами но и рука у нас сильно как-то пригружает машину хорошо у меня city skyline 2 так не загружает подтормаживает подтормаживает но не на сколько либо мне уже пора перебивать винду искать где-то тысяч пятьдесят на нормальную видеокарту чтоб оперативы добавить ну это наверно нормальная средняя паршивая видеокарта 20-30 тысяч стоит мне предлагают тайм-дэн я уже столкнулся с такой штукой когда на md просто даже новые игры не запускаются потому что им дешние драйвера новые перестали поддерживать режим open jail а некоторые игры именно используют его ну вот nvidia например хотя тоже сказать что она сейчас шиком блеском все у них все у нее дела идут но она open jail поддерживает а последние драйвера но уже сколько с 21 года 22 года последние несколько версий 2 драйверов и в дешных видео они open jail не поддерживают ни одна из игрушек последних которая мне не запускалась удалось найти в файл и файлике там не файла настройки в настройках оказалось что можно специально для md это рассчитано можно переключиться с open jail на direct x и даже просто и старые игры многие новые которые используют вот эту технологию open jail они не пускаются либо пускаются с артефактами погрешними с теми какими-то а на многих играх просто пишут если вы используете видеокарты md то у вас игрушка будет постоянно крашиться это такая игрушка как он шорит новая выживалка она вроде бы как кооперативная и я бы скачал если бы не эта проблема что на моей мдашной видеокарте допускаться просто не будут если запустится то будет вылетать так что эти вылеты могут касаться и советских республик хотя мне писали люди в комментариях что у меня мдшка и я запускаю все кроме всякого старья и все у меня ходит но мне нужно в старье поиграть люблю я казаки 3 с модом страна против государства а сейчас ради того чтоб записывать видео без тормозов мне опять пришлось вернуться на новейшие драйвера мдш не нагрузись быстрее пожалуйста да мой друг и товарищ моробой или чмаробой тут за произношение прошу меня извинить вообще написано панзиски чмаробой вот с канала сосиска это читая начал рассказывать слушайте но это результат травма головы надо учит меня учит меня как работать в редакторе шутку и в общем то есть там видео я даже пользовался когда из своего длинного видео лишнее можно повырезать но тут я трепался про то про все поэтому вырезать не буду а учитель прости меня прости меня так оно получилось видео будет одним целом так можно было бы сократить тут и лишний треп мы есть так чё я хотел глянуть а так я зашел там можно до купить новую технику у нас фильтр показать все во первых основные отключим показать все автобус бульдозер тепловоз так не подведи меня овечка должна была появиться брбр а вот она вот овечка у нас вот видите модик у нас появился но в игре показать не могу у меня тут железной дороги нету вот и в принципе на этом надеюсь я достаточно более-менее подробно все рассказал достаточно понятно вот ну я же вот моя республика тормозит очень сильно вот так вот мне пришлось повставлять здания большие туда-туда не хотел сейчас пока не тормози тут поработает какое-то время буквально там каждые несколько минут на несколько секунд картинка вся будет вот и курсор перестал двигаться ну мне писали что это происходит очень часто из-за модов которые нагружают видеокарту ну да она может сейчас вообще вылететь да вот она у меня вообще вылетела вылетела ну и собственно говоря с ошибками в модах это не связано это связано с и новой оптимизации игры которые уже извините мне 10 а то и больше лет и все я на этом буду ролик заканчивать я надеюсь не удалось рассказать подробно вот это вот обязательно свой steam айди и чтоб не искать его каждый раз или когда вы там скачали новую версию игрушки он у вас может измениться поэтому твои его скачайте имеете у себя и в случае даже если вы я так не пробовал в случае даже если вы скачали новую версию игры и у вас моды перестали видеться зайдите поищите где может оказаться в какой-то новой папке и вот этот айди steam айди и не будет другой поэтому скопируйте туда свой чтоб не перекачивать не искать тигру версию от того же доброго друга флибустира ну все я на этом заканчиваю до скорых встреч надеюсь было понятно если не было понятно пишите либо в комментариях разъяснили либо в общем-то с там того чего я не понял как правильно записать ролик чтобы было понятно и тогда перезапишу сделаю новый так что всем желаю удачи ищите интересные хорошие моды вот нам не мать его наверно в советской республике придется начинать новое прохождение но сильно часто вылеты пошли меня конечно постоянные подписчики будут ругать за это вот а еще после комментариев одного из зрителей вообще появилась идея скачать последнюю версию игры не ставить на нее моды такую фигню можно сделать если установить игру в другую папку лучше на другой диск и в параметрах установки отказаться от установки ярлыка на рабочий стол иначе у вас может путаница возникнуть у меня уже вот есть ярлыки вы просто потом сможете этот ярлык как-то отправить или запускать из папки из пускового этого файлика и можете в общем то для пробы играть сразу две версии старую какую-то любимую и например с последними обновления все до следующих встреч дорогие товарищи строители советских республик да прибудет вам сила пролетариата с вами